Здравствуйте, уважаемые господа, всех, кого я вижу, рад приветствовать. Приношу извинения, в прошлый раз, к сожалению, не вышло у нас, но, честное слово, я готов отработать все занятия, которые у нас не получились. Маленькое техническое объявление. Сегодня у нас занятие номер 6. Следующее занятие, которое должно быть через неделю, в четверг. Так, наверное, мы его перенесем на следующий вторник, потому что в четверг я, к сожалению, покидаю Израиль. Сейчас я в Израиле. Я вот буквально час назад, не больше, приехал с Мертвого моря. И сейчас прямо из студии веду урок. Наше занятие сегодня шестое. Я хотел бы предложить вам новый вид работы, новый и продвинутый. И думаю, что как минимум три, а может быть и четыре занятия мы ему посвятим. Так, как меня слышно, как меня видно? Так, не слышу, не вижу реакции. Ага, прекрасно. Так, хорошо. Так, вот что я хотел бы вам предложить. Значит, мы на время оставляем те направления, по которым мы работали. Вот, скажем, разбор текстов, разговор, диалоги, грамматику, новые материалы. И сейчас я хотел бы сделать вот что. Я вам кое-что расскажу на иврите. Иврит я постараюсь держать на уровне чуть выше того, который вы в состоянии воспринять. Так что не удивляйтесь, если какие-то слова или выражения будут непонятны. Вот это не просто нормально, это запланировано. Так? Я дам вам некий материал, некий текст. Я предложу вам на выбор несколько тем сочинений. И в течение нескольких занятий, по крайней мере, часть времени мы будем посвящать этой теме. Задача каждого из вас выбрать тему и на эту тему приготовить маленькое сообщение. Поэтому, если, допустим, все, что я расскажу, будет разделено между семью темами, и, допустим, семеро разберут эти темы, так, то, последовательно излагая темы ваших сочинений, да, вы не только покроете то, что я вам рассказал, но и дополните дополнительным материалом, который, я уверен, вы можете найти. Вы можете найти его как на иврите, так и на любом доступном языке и сформулировать на иврите. Более того, я рекомендую вам, выбравши тему, во-первых, обратить внимание на то, что я рассказываю, во-вторых, вспомнить это и пересказать. В-третьих, найти дополнительный материал и его добавить к этому. То, что я расскажу, займёт, ну, никак не больше десяти минут. Так, вот, сейчас я укажу вам, о чём вообще идёт разговор. Тема будет такая. Праздники Песах и Шевод, связь между ними. Период, который связывает эти праздники. Песах – это праздник свободы. Шевод – это день, когда еврейский народ получил цель. Почему этот период Всевышний определил в 49 дней? Я расскажу вам три главные причины, которые, ну, вот, лично я нашёл, как бы, для себя. Так. Далее. Этот период связан с историей учеников Раби Акивы. Я хотел бы вам несколько слов рассказать о Раби Акиве. О нём есть очень много материалов, в частности, на русском языке. Вот. И немного о его учениках. Почему, чем этот период связан с учениками Раби Акивы, точнее, с эпидемией среди них. Так. За что они были наказаны Всевышним? И какой вывод из всего этого мы с вами можем сделать? Вот такая вот грандиозная тема у нас. Так. Кто-то хочет, может сказать. Да. Слушаю вас. Так. Я собираюсь немного поговорить на иврите. В то время, пока я вам излагаю эту «от себя тяну», да, от себя самого, я не отвечаю ни на какие вопросы. Так. Так. Сначала я сформулирую темы. Темы я хотел бы, чтобы вы записали. К сожалению, не получится. Я просто не успел их набрать. Но давайте я сформулирую их на иврите, а записываем их по-русски. Итак. Темы для сочинений. Каждый выбирает себе то, что ему интересно. Но в идеале мы должны распределить все эти темы между собой. Ну, полностью не выйдет, потому что сейчас я вижу четверых учеников. Нет. Нет, это не так. У нас есть еще много. Точно. Да, нас больше, чем четыре. Просто на экране у меня отображается четверо. Так. Понятно. Так. Вот. А потом, сначала я сформулирую. Семь тем у меня вышло. Так. И постараемся их распределить. Итак. Первая тема. Песах. В. Шавуот. Все понятно. Праздник Песах и праздник Шавуот. Так. Я надеюсь, вы записываете для себя где-нибудь на источке. Так. А потом подумаете, что выбрать. Вторая тема. Хэрут. Ма. Матарата. Хэрут – это свобода. Матара – это цель. Итак, тема формулируется так. Свобода – какова ее цель? Тема номер три. Период от счета омера. Ткуфат га омер. Период от счета омера. Уважаемые граждане. Даже человек, который не имеет представления об этой теме, не знает ни, что такое Песах, ни, что такое Шавуот, не имеет представления еврейской традиции, да, имеет возможность просто услышать, да, выбрать какую-то тему и ее рассказать. Так. Я не рассчитываю на то, что вы это знаете заранее. Я собираюсь вам сам об этом рассказать. Так. Тема номер четыре. Почему сорок девять? Сорок девять дней от Песаха до Шавуот? Пожалуйста, повторите третью тему. Третья тема. Третья тема. Период омера. Период омера. Период. Временной период, да, который называется омер. Это период между Песах и Шавуот. Период сорок девять дней. Четвертая тема. Как на хибрух. Хав туфа. Так. Ткуфат га омер. Ткуфат га омер. Ткуфат. Если я просто начну набирать это на иврите, просто время займет. Чуть-чуть попозже я вам приготовлю это на следующем занятии. Я надеюсь, уже мы сможем увидеть все в напечатанном виде. Так. Четвертая тема. Лама Арбайм Ветеша. Почему именно сорок девять? Так. Вот. И сюда же относятся Шфирот. Шфирот. И объяснение их. Лама Арбайм Ветеша. Тема номер пять. Хаей Раби Акива. Жизнь Раби Акивы. Хаей Раби Акива. Тема номер шесть. Ма Таут Талмидей Раби Акива. Талмидей Раби Акива. Ма Таут. В чем ошибка? Талмидей Раби Акива. Учеников Раби Акивы. Ма Таут. Тема номер семь. Очень такая еврейская. Называется она Лом Дим Леках. То есть извлекаем урок. Чему-то учимся. Слава Богу, на чем в лих ошибках. Лом Дим Леках. Вот всем тем, которые я, может быть, не ошибу полностью, но затрону в своем рассказе, так, опираясь на этот рассказ, отталкиваясь от него, каждый имеет право составить сочинение. В сочинении должно насчитывать минимум десять фраз. Фразы могут быть самые простые. Я не требую иврита на уровне. Я просто предлагаю каждому попробовать свои силы. Каждый имеет право сделать это письменно, или устно, или не делать вообще. Я не требую выполнения домашних заданий. Просто человек, который будет воспринимать это пассивно, многое упустит. Ближайшие несколько занятий ему будет несколько скучновато. Так. Вот семь тем. Я надеюсь, каждый из вас запишал и примерно представляет, какую тему он выберет. Да? Если сегодня к концу урока каждый скажет, какую тему он будет освещать, это будет замечательно. Так. Итак, передо мной никакого текста нет. Я просто немножечко подумал об этом, как я расскажу вам это на иврите. Итак, поехали. 3,328 שנей. Мы получили Тора Хаг Песах Хаг уничтожения Митраем Им Исраэль Ицца Митраем В каждом году Болейл Хаг уничтожения Мы Зокрем Ицца Митраем Бауд Шево шевоот Баар Синай Ам Исраэль Кибел Тора Хэм Хаг Натан Тора Лаам Исраэль Кэшэр Ам Исраэль Йца Мимитраем Энэхно Кибелло Хэрот Хэрот Бли Матара Лаа Ла Мэви Бэн Эдам Ла Хэрот Хэрот Бэрот Хэрот Кדי Лиот Хопши Шарих Ли Мэн Мэ Лиот Хопши Лэхэн Кэшэр Кибелло Тора Кибелло Гэм Лаэн Лаэхэт Бэкгелло Токонит Мэ Лаэпшот Мээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры создавал DimaTorzok והתקופה הזאת נקראת פסירת העומר כל העם סופר ימים מבשר לשבועות וכל אחד ואחד בתחילת היום זאת אומרת בלילה סופר מה מספר היום למה 49? אני רוצה לתת שלושה הסברים למספר זה אלף כאשר היה עם ישראל במצרים הם היו למטה מן הקדושה הם היו בתומאה תומאה זה נגד ניגוד לקדושה והם היו בפנים למטה 49 מדריגות כדי לעלות למצב קבלת התורה היו צריכים עם ישראל לעלות 49 מדריגות לכן השם נתן 49 ימים מי יציאת מצרים עד קבלת התורה הסדר שני שיש בתורה שבעה שוגי התומאה כדי לתהר מתומאה צריך לטבול במקרה לספור שבע ימים ולטבול שוב ויוצא תהור שבע שוגי תומאה כפול שבע ימים יוצא 49 יום כשהיו עם ישראל בכל שערי התומא במצרים הם היו צריכים 49 יום כדי לנקות את עצמם שבע השלישית הקדוש ברוך משפיע בעולם דרך שבע ספירות יש ספירה חשד יש ספירה גבורה יש שבע ספירות והם שבע מטרות של כל אדם לכל מטרה יש שבע דרכים לכן כאשר אנחנו משתכלים בצידור בסוף אנחנו קוראים בקשה הנה הנה היא רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שבזכות ספירת העומר ששפרתי היום ייתו כאן לתקן מה שפגמתי בספירה היום אנחנו צריכים לקרוא זה כן וכולי אז כל יום ויום אנחנו עוברים על ספירה וספירה במשך ארבעים ותשע יום אנחנו קוראים את כל השילובים בין שבע המטרות וספירה 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 я все-таки сделаю маленький перерыв чтобы спросить на сколько процентов понятно то что я расскажу больше 40 נכן 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 если вы поняли меньше 40 процентов я повторю если вы поняли примерно половину я просто немножечко потом к этому вернусь так хорошо почему нельзя сделать это текстом чтобы мы могли кроме этого читать на экране или понятно потому что ваша задача состоит написать совместно этот текст пусть даже устно я обращаю сейчас я ставлю вам задачу воспринять текст на слух чтобы его понять а потом суметь повторить суметь сформулировать по-своему может быть сократив может быть наоборот расширив такие возможности есть времени у нас достаточно так я продолжу с вашего позволения сейчас мы примерно посередине чтобы узнать мишна мишна Раби Акива וכל אחד חשב שדרך שלו יחידה הנכונה, דרך שלו הכי נכונה, ואחרים לא כל כך נכונים. לכן תלמידי רבי Акива לא חיבדו אחד לשני, לא חיבדו מספיק. הקדוש ברוך הוא הניש אותם במגיפה. בתוך המגיפה מתו רוב התלמידים. רוב התלמידים מתו. לכן הלקח שאנחנו לומדים מזה הוא שצריך לכבד אחד לשני. כמה שכל אחד יכול. דרך שלי חסד שבחסד, אבל אני מקבל שגם חבר שלי, שהוא עושה חסד דרך גבורה, גם צודק. לפעמים צריך שלי, לפעמים צריך שלו. לכן כל אחד צריך לזכור שיש אנשים אחרים וגם הם צודקים במשהו. תודה רבות. я закончил. רב Zeit, רבyl reservations persönlich Sergei tego וס strony occurred to 네, które w spyporunde את זה. את豆 PLAYsol arrival. את זהותב כדי נכ JULμο tweeting. את זה EVERY meretim. את זה purlי� oike Pointしょ, אם Państwo gdzieś 남�Richざינו likewise מ vec psic erase, את זה מת korang. את זהו כל מישksen. nano'll. את זהו. wn�,ה תו'. Love bir게. את זהו krijgen. Смотрите, всегда можно будет вернуться. Герд Китчер, по-русски я могу пересказать сейчас содержание. Это главное, что требуется сейчас. По-русски я могу, то сотни бигри, может быть, не на 100%, но пересказать содержание, то, что вы говорили на иврите. И я могу на большое количество процентов. На иврите, что я поняла, да, может быть, порядка 40-50% какие-то слова, особенно глаголы неизвестные, не улавливаются. Есть некоторые определённо новые слова принципиально. Определённо новые слова и так далее. Поэтому, если бы это сопровождалось текстом, было бы легче потом. На первом этапе я умышляю не ставлю текст. Думаю, что потом мы его сделаем. Прекрасно. Кто сегодня готов работать? Наша работа на сегодня будет, во-первых, выбрать темы. Во-вторых, попытаться выяснить, насколько понятно то, что я рассказал. Так, хорошо, приступим. Ну, Ревека, попробуйте просто по-русски рассказать всё с самого начала. Если понадобится какое-то слово, я готов посказать. Я имею в виду по-русски. 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 Да, 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 да. Действительно так. Многие термины ивритские неплохо поддаются переводу на другие языки, в частности на русский. Что такое сфера? Самый лучший перевод, который я нашёл, знаете какой? Да. Как это называется у индусов? Чакра? Хотя это не совсем так. Лучше использовать термин сфера. Так, Ревека, я начал с того, что рассказал значение Пешаха и Шамота. Пешаха – это праздник, в котором мы празднуем исход из Египта. Шавос – это праздник, когда через 49 дней от второго дня Пешаха мы получили Тору. То есть Пешах – это праздник освобождения, а Шавос привёл нас к цели после этого освобождения. Значит, для того, чтобы цель была осуществлена, необходимо было подойти к этой цели, к получению Торы очищенным. Когда мы были в Египте, то мы находились в периоде Тумы. Тума – это скорее то, что противоположно святости, но такого термина в русском языке я не нашёл. Допустим, нечистота, хотя это не совсем так. Да, сума – нечистота. И для того, чтобы очиститься, стать достойным, получить Тору, мы должны были очистить себя, очистить от Египта, как бы внутри себя. Когда мы находились на очень низком уровне, для того, чтобы получить Тору, нужно было пройти очищение в течение этих 49 дней. Очень подробная, Ревека. Давайте, я попрошу вас маленькую паузу сделать. И хотел бы спросить, кто готов продолжить? Есть кто-то? Пока не вижу. Да. Пока не вижу. Нет, не вижу. Сейчас я просто перелистаю список. Может быть, кто-то поднял руку. Ага. Нет. Ну, ребята, посмелее, посмелее. Коля, кого-то, Ревек, и она нам очень здорово помогла. Трудно. Конечно, трудно. Но мы не боимся трудностей. Ревека, вы меня просто обрадовали. Я, честно говоря, ждал не таких блестящих результатов, правда. Я говорю не конкретно про вас. Я говорю обо всей моей группе. Я умышленно дал текст гораздо более высокого уровня, чем вы способны повторить. Так, именно с тем, чтобы мы потом работали вот так вот. Так, или так. Маленький термин я вам дам. Просто он будет удобен для русского перевода. Ступени нечистоты. Ступени вниз и ступени вверх. Говорите, я тут немножко дополняю к своему рассказу, что египтяне были на 50-й, самой нижней ступени нечистоты, в которой нет возврата. Евреи почти достигли ее, немного отличались от египтян. Они были на 49-й ступени. И вот за эти 7 недель они прошли 49 ступеней до, как вы правильно сказали, до уровня, когда они могли получить Тору. Так, хорошо, ребята, кто хотел бы уже сейчас начать работу? Я очень и очень жду от вас работы. Так, ага. Ашервы, Симха, да? Мы передадим микрофон? Вы согласны? Да, пожалуйста. Так, мы слушаем. Вот для этого момента. Почему 49 ступеней? Я по-русски. По-русски, по-русски. Сейчас мы говорим по-русски. Сейчас мы проверяем, как мы поняли информацию. Почему 49 ступеней? Почему именно цикл 49? Откуда такое число, да? Три идеи. Спасибо. Первая идея, это то, что везде, 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 везде. Первая идея, везде, 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 везде. Лучше слышно, меня лучше слышно, чем Ашера? Да, лучше. Лучше, да, понятно. Ашер сказал, что... Граунд какой. Ага, да, да, да. Что евреи были на 49 ступени нечистоты. И, в общем-то, имеется в виду, что за эти 49 дней они поднялись на уровень, когда смогли... Когда, скажем так, были достойны получить туру. Да, продолжайте, пожалуйста. Вторая идея, это то, что, вот, связано с микрой. Когда мы опускаемся в микрой, мы должны туда обратиться в 7 раз. В принципе, я чуть-чуть вас подправлю. Это вы не... Я, так, имеется в Торе, описываются 7 различных видов нечистоты. Вот в чем дело. И для очищения от каждого из них, да, предполагается, что человек окунается в микрой, отсчитывается в 7 дней, снова окунается, и вот тем самым тогда только он очищается. Так? Хорошо. И вторая идея связана с тем, что... Ну, а третья идея, я прослушаю. Ага. Так. Хорошо. Третью идею кто-то нам подскажет? Я думаю, здесь проблема не в том, что вы отвлеклись, а в том, что этот материал был принципиально новым. Многие просто не знают, о чем идет речь. Кроме того, тут было много новых терминов. Термин сфера, например, он вообще никак не переводится адекватно. Я понял, о чем вы говорили, да, хорошо. Давайте попробуем, давайте, давайте. Мы считаем каждый день новым эспирон. То есть, 70-й рот, всего 10, но на самом деле 7. Правильно, да. 70-й рот эмоциональный, скажем так. Регеши. Регеши. 7 раз по 70-й рот, получается 49. Каждый раз комплективный, вот это примерно как коблицу, мы говорим, по диагонали, по горизонтали, по вертикали 7-й рот. И соединение каждой семьи дает один день. И мы говорим, допустим, сегодня, по-моему, у нас вход. Мы видим на экране, я думаю, что это раз по сегодняшний день. Экран чем видно, да? Что вы говорите? Текст на экране видно? На экран поставлен текст. Видно его? Да, видно. Видно, ага. Вот стрелку видно указать или нет? Стрелку не видно. Стрелку не видно. Значит, смотрите, вот тот абзац, который здесь виден, да. Идем четвертая строчка снизу. Самая последняя строчка в ней одно слово, да? Нет, нет. Нет, не видно? Нет, четвертая строчка в ней одно слово. Ага, значит, у вас иначе. Давайте тогда сделаем... Последний, последний абзац самый, да? Самый последний абзац. Видно внизу одно слово, сам внизу. Понятно, да? Теперь берем третью полную строчку снизу и видим там два слова, которые без огласовок, к сожалению. Тут проставлены, значит, сегодняшний щилув. Щилув – это сочетание. Называется есод шебетив эрет. Как это перевести на русский язык, я не знаю. Я честно так пришел вам скажу. Да? Да, так как. А что это за текст? Во многих, но не во всех, дан полный текст от счета Омера. Так, и в конце тут идет вот этот абзац. Этот абзац мы можем как-нибудь с вами разобрать и понять значение каждого слова. Вот. Но в целом здесь говорится вот о чем. Каждому из 49 дней поставлено соответствие то, что называется филув – сочетание. Сочетание с фирот. Так, Ашер хотел закончить свою часть. Если он скажет, будет замечательно. Если нет, я чуть поподробнее объясню по-русски. Я хотел сказать, что соединение, что каждый день от счета Омера – это соединение вот этих сфирот. И мы тем самым очищаем, сами не понимая как, все эти сфирот на ментальном, либо на нематериальном уровне очищаем их. И к празднику, что вот, приходим уже и очищенные сами, и с очищенными сфиротами. Хорошо, спасибо, очень хорошо. Я чуть-чуть добавлю это к тому, что я рассказывал на юридике, и чуть-чуть добавлю по-русски. Семь сфирот – это семь как бы целей, к которым человек должен стремиться. Семь качеств характера. Например, вот первое из них, которое называется хэсед – милосердие, доброта, заключается, описывает способность человека что-то давать. Так? Значит, цель, которая достигается вот этой способности человека, да, это быть милосердным, делать добро. Но ведь добро можно сделать не только тем, что что-то дать человеку, а можно сделать ему добро, оградив его от каких-то негативных влияний. Например, остановить, если он хочет перебежать улицу с оживленным движением. Или раскрыть над ним зонтик, да, чтобы он не намок под дождем. То есть мы делаем ему добро путем того, что что-то ограничиваем. А вот способность человека ограничивать, как себя, так и другого – это уже вторая из этих семи сферот. Таким образом, к каждой из этих семи целей ведут как минимум семь путей. И у нас получается, что есть сорок девять проявлений человеческого характера, сорок девять таких сочетаний, которые мы называем шилувин. И таким образом, как совершенно справедливо сказал Ашер, не понимая даже сами «как», наверное, только благодаря помощи Всевышнего, за эти сорок девять дней мы очищаем все те проявления нашего характера, которые нам необходимы. Спасибо. Кто может продолжить немножечко дальше? Да, я? Я слушаю? А вопрос, шалом. Шилувин, что это? И тфу, тфилув. Я правильно понимаю? Понятно. Я объясню, да. Термины нам тоже понадобятся, давайте их набирать. Я думаю, что мы составим и список терминов тоже. Итак, тфера – это как бы качество человека, как бы, да, а шилув – это сочетание. Ну, надо сочетать, да? Это обработка напильником? Нет, есть слово шавав, шававин. Это близкий корень, но он пишется иначе. Шилув – это буквально сочетание. Шилув. Шилув или... Нет, есть слово шилув или... Шилув или... Шилув. Конечно, либо... В... Бет. Бет. Бет на конце. Бет. Корень – шин, лами – бет. Шилув – сочетание. Лэ, шалев – сочетать. Словарная форма. Шилев. Биньян – пи-эль. Так. Замечательно. Так. Кто нам расскажет про Раби Акиву очень вкратце? Я ожидаю, что тот, кто возьмет тему Раби Акива, расскажет и немножко из его биографии. Так. Я рассказал очень мало. Из его учеников и в чем была их ошибка. Кто возьмется? Ребята, пообщайтесь в ней, пожалуйста. Ребята, вас много. Ну, товарищи. Ну, я не хочу просто никого конкретно выдергивать, да? Но, 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 но я знаю, что многие это могли бы рассказать. Многим это известно. А, товарищи? Ильяху, а вкратце, ну, я просто не подсоединился ни с самого начала. Вкратце-то в чем задание заключается, если можно повторить вкратце? Хорошо, с удовольствием. Спасибо. Спасибо. Я сделал некий рассказ, да? И сформулировал семь тем сочинений. Желательно, чтобы каждый выбрал себе тему и по этой теме сделал маленькое сообщение, опираясь на ту часть моего рассказа, которая относится к этой теме, да? И желательно, подключив информацию, которую легко можно найти, например, в интернете. Вот. На это мы планируем этим заниматься хотя бы три недели. Вот сегодня. Сегодняшнее занятие может быть следующее. Следующее занятие, извините, если кто-то не расслышал, скорее всего, будет во вторник, потому что в четверг я, вот, к сожалению, со святой земли лечу на землю немного менее святую. Вот. В это запланированное время я буду в поездке. Так, 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 так. Ага, вижу, вижу. Понятно. Андрей, очень хорошо, если вы сможете, да, потом поучаствовать. Хорошо. Так. Так, так. Ну, ребята, кто следующий? Ладно, давайте я расскажу. Итак, рабе Акива, который жил около двух тысяч лет назад, точнее, около тысячи девятьсот лет назад, да, после разрушения второго храма, один из основателей Талмуда. Он сделал очень многое для того, чтобы Талмуд был составлен. Рабе Акива был величайшим мудрецом и большим праведником. У него было много ученик, говорят, что у него было 24 тысячи учеников. Есть, правда, есть, правда, и другие цифры в Талмуде. Ученики рабе Акивы умерли в результате эпидемии, которая разразилась в период от Песа до Шавот. Поэтому период отсчета 49 дней считается траурным. Мы скорбим о смерти учеников рабе Акивы. Термин, который я использовал в своем рассказе на иврите, это эвэль и авэлут. Пишется алэф, бет, ламэд. Эвэль – это скорбящий, авэлут – это скорбь. Можно использовать слово цаар – грусть, горесть. Цаар – ца-ди, айн, рейш. Так? Можно использовать любые термины, которые вам удобны. Так, ага. Связь рабе Акивы и кабалы. На самом деле я не раб Лайтман, и я вам кабалу сегодня почти не давал. То, что я вам рассказывал о сироте, это еще далеко не кабала. Сейчас я к этому подхожу. Сейчас я к этому. Это просто мне был задан вопрос. Так. Итак. Эпидемия среди учеников рабе Акивы, эпидемия, в результате которой практически все они умерли, была в период отсчета 49 дней. Я использовал еще термин, который я не объяснил. Это термин омер. Айн, вав, мэм, рейш. Сфират, а, омер. Отсчет буквально омера. Слово омер означает сноб. Сноб колоссев. Почему это так, я сегодня не объяснил. Но если кто-то возьмет и добавит это к своему сочинению, это будет большой плюс. Сфират, ага, омер. Это период между Песар и Шавуот. Итак, этот период имеет некие траурные черты. АВЭЛУТ, скорбь. Мы вспоминаем, мы скорбим о смерти учеников рабе Акивы. Так. Кто-то хочет продолжить? А почему мы не упоминаем, что лакба омер, в которого это длится, это же не весь период скорбит мы имеем. Ага. На данном деле ревека есть разные мнения по поводу того, что такое лакба омер. В Талмуде не говорится, что это день окончания эпидемии. Сам этот день, да, ученики не умирали. Но мы отмечаем день лакба омер как день радостный и праздничный. Не в связи с эпидемией, а в связи с тем, что это Йорцайт, Гилула, Раби, Шимона Бар-Юхай. Я отвечаю на вопрос по Аллахе и по философии, но в своем рассказе я об этом не говорил. Есть мнение, и, в общем-то, Ашкинажи в большинстве своем считают именно так, что в течение этих 49 дней было 32 дня, когда эпидемия сирепствовала. А остальные дни, когда ученики не умирали, они соответствуют тем дням, в которые есть хоть какой-то повод для радости. На самом деле, посчитаем, если из 49 дней от Песаха до Шивот вычесть 6 оставшихся дней Песаха, 6 суббот, которые выпадают на этот период, почему 6, а не 7? Потому что одна из суббот совпадает с Песаха. Вычесть 3 дня Рош-Ходыш, один Рош-Ходыш длится 2 дня, другой Рош-Ходыш длится 1 день, и вычесть буквально еще 2 или 3 дня перед самим праздником Шивот, когда для подготовки к празднику снимается трава, и можно уже, например, постричься, и вычесть один день, который мы сейчас называем Ладба Омер, 33-й день отсчета, в которой не было смертей, у нас остается 32 дня. Можно к этому прийти. Так вот, есть мнение, что вот эти 32 дня, они не были прижаты к началу, то есть первые 32 дня из 49 дней длилась эпидемия, на 33-й день она прекратилась. Вот, или, например, к концу, вот, они распределялись примерно вот именно так. Ребекка, я ответил на ваш вопрос? Да. Хорошо. На самом деле, если вы придерживаетесь другого мнения, вы имеете полное право. Да, и можете даже об этом. Именно так и осветить этот материал. Так, ребята, осталось немножечко рассказать о том, в чем была ошибка. Ну, мы имеем право так сказать, поскольку это не мы говорим, а так говорит наше учение. В чем была недоработка учеников Раби Акивы, и самое главное, какой из этого вывод мы с вами можем сделать. Кто-то берется это рассказать? Если то, что я рассказал, было нечетко, или было непонятно, или было много новых слов, пожалуйста, скажите мне, я просто это должен учесть. Я бы понял, что они не были едины. Яхат. Правильно, Рахамин, совершенно верно. Я немножко по-другому, немножко пошире это сформулирую, да. Каждый из них имел свой путь. И лично я вижу аналогию с тем, что вот за 49 дней мы разбираем 49 путей. На самом деле у учеников было больше, чем 49, да. Но каждый из них считал только один путь самым главным, самым основным. Так? Поэтому тех, кто не достиг именно на его пути такого совершенства, как достиг он, да, он считал не такими успешными, да, и относился к ним с недостаточным уважением. Ну, пример. Человек делает добро именно тем, что что-то дает другим. Это путь, который называется добро через добро. Хешет шебахешет. Но иногда можно сделать добро кому-то, да, от чего-то его оградив. Это хешет шебиг вура, да. Он считал, что его путь самый правильный, а остальные это уже не так важно, да. Поэтому относились они друг к другу с недостаточным уважением. Уважение это кавод. Так, кавод. Тот текст, который вы видите на экране, так, у меня он не выделяется, но я могу попробовать поставить его, ага, вот он, поставить его на чат. Но, в принципе, очень во многих хедурах, не во всех, но во многих, вы можете этот текст найти. Вот, я сейчас попробую его скопировать. Так, и вставить. Я, правда, не очень представляю себе, как я его вставлю и куда. Так, Натан. Натан. Я тут что-то сделал, и я не вижу моего экрана. А, вот, 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 кажется, я его уже нашел. Все нормально. Так, я сейчас, одну секунду, я попробую это поставить. Так, дамы и господа, вы видите текст в чате? Я скопировал тот последний абжакт. Да, есть он. Видно, понятно, понятно. Это на тот случай, если этот текст что-то может вам дать. Спасибо. Спасибо, спасибо. Так. Так, хорошо. Вот вам этот текст. Некоторые термины здесь будут явно вам непонятны. Вот, если вы найдете седу с русским переводом, в котором есть перевод и этого абжака, сразу вам говорю, что не во всех седурах этот абжакт есть, да? Это вам поможет. Если нет, мы на каком-то из занятий, да, посмотрим с вами, разберем с вами этот текст. Итак, про учеников Раби Акивы я вам рассказал и на иврите, и по-русски. Теперь последний вопрос, да? Леках шанахну ломбим. Вывод, который мы делаем. В чем он заключается? Может быть, Рахамин продолжит? Нет, там же лок был для меня. Тогда я вам скажу, ребята, я вам скажу сейчас просто простыми словами, да? Мы, люди простые, Всевышний требует от каждого человека столько, сколько он способен дать. Даже если в течение 49 дней мы просим Всевышнего, а просьба содержится вот в этом абзаце, чтобы в заслугу за отсчет, за то, что сегодня я отсчитал, омер, Всевышний помог мне исправить то, что недоработано мною на таком-то вот пути, и каждый день мы называем сочетание щелузу, который соответствует этому дню, то в течение 49 дней, да, мы очищаемся на 49 путях приближения к нему. Но ученики раби Акивы, да, были великими людьми, и с них требовалось больше. К сожалению, они смогли дать гораздо больше, чем мы, но недостаточно по сравнению с тем, что они могли бы дать всему народу. Поэтому Всевышний, да, нашлал на них эту эпидемию, да, в чем она заключалась, и как мы разбирали об этом тоже достаточно много. Сказанный материал этот вы можете найти. Поэтому вывод для нас – постараться в течение этого периода, чтобы этот период не прошел незаметно, не прошел мимо, да, а постараться найти свои недоработки и попытаться их исправить. Вот все, что я вам хотел сегодня рассказать. Так, замечательно. Если что-то непонятно из самого материала, пожалуйста, сейчас как раз время задавать вопросы. Так, если нет, я повторю темы сочинений, которые я бы вам предложил. Да? Время у нас есть, правда? Немножко времени есть. Так, вопросы? Пока вопросов нет. Тогда я просто буду набирать в чате. Пожалуй, даже на иврите я и буду набирать. Так? Похуду вы можете мне задавать вопросы. Так. Почему учеников было 24 тысячи? Так говорит традиция. Я могу рассказать только из Медраша, что Раби Акива учился 12 лет и потом снова 12 лет. И цифра 24 тысячи, Медраш говорит, 12 тысяч пар, поскольку учили они в парах. То есть, все вруто. Что это было за эпидемия? Вкратце расскажу вам так. Иногда эту эпидемию описывают как дифтерит по совокупности признаков. Но, что нам определенно известно, что заключалось в том, что язык распухает и душит человека. Человек не в состоянии дышать. То есть, тот язык, которым они как бы недостаточно уважительно отзывались друг о друге, на иврите это называется лошон-хара, дурной язык, да, и послужил инструментом наказания. Итак, что я написал? Я написал «Носей Ахибур» – темы сочинений. Тема номер один. Сейчас я вам ее набираю. Вы можете пока задавать вопросы. Да? Просто не хочется в полемику вступать и разные. Вы имеете право задавать мне любые вопросы. Вы можете написать свое мнение, отличающееся от моего. Это мне будет даже интересно. Ну, просто за лошон-хара другая, на другое наказание мы знаем, Мириам. А я слышал такое мнение, что это был период войны с Клингенами. Если такое мнение, я даже отчасти с ним согласен. Наказание проказой намекает на дурной язык. Да? И, собственно, даже еще до того, когда Моше, значит, отказывался принять на себя миссию, которую производил... Да, да, да. Да, лучше у него не хотелось бы сделать. Там была и прокажа, там была и кровь, там была и змея. Все это, так сказать, намекает на то, что представляет собой дурной язык. Но Мидакенегед Меда предполагает, что в наказании есть намек на то, за что оно пришло. Так, я набираю второе, да? По поводу Мидакенегед Меда я с вами абсолютно согласен. Это все десять солидатов, десять князей. Точно так же язык сработал. Да, возможно. Может быть, дело в том, что Мирьям, Моше и Арон были способны уловить более тонкие намеки, чем, я не говорю, ученики и раби и кивы. Но мы с вами, которые должны понять, за что они были наказаны, да, чтобы сделать вывод для нас. Итак, тема номер два. Херут. Ма, матарата. Херут, свобода. Матара, цель. Итак, свобода, какова ее цель? Так, я набираю тему номер три. Минуточку. Так. Ткуфат-ха-омер. Ткуфат-ха-омер. Период омера. Период между Песах и Шивот. Называется Сфират-ха-омер. Омер означает СНОП. А как СНОП связан с этим периодом, вы можете найти и без меня, но если хотите, я вам и это тоже могу рассказать. Так. Созреватель. Тему номер четыре. Можно даже так и сказать, простите, если я, конечно, скажу. Да. Омер, это есть созревание к получению большего. Ага. Очень мило. Замечательно. Да. Омер. Надо считать только после выхода звезд? После выхода звезд, да. Если не получается в Миньяне помолиться вовремя, можно даже всю молитву прочитать раньше, даже в некоторых случаях до захода Солнца, но сфератоломер мы прочитать раньше времени не имеем права. Новый день еще не начался. Поэтому тогда требуется пришедший домой, дождаться темноты, заново прочитать Шма, если Шма не был прочитан вовремя, и отчитать Омер. Итак, Далет, Далет, Лама Арбайим Ветеша, Сферот Ветешбер. Почему именно 49? Что такое Сферот, да, и каково объяснение им? Так, это был Далет, теперь сделаем Эгей. Набираю я медленно. Так. Так, вот вам имя Раби Ахивы. Вот так оно пишется. Так. Так, 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 потерял букву Алис, надо же. Да, я еще не привык к еврейской клавиатуре. Так, вот так. Хаей Раби Ахива. Жизнь Раби Ахивы. Так. Вот следующая тема. Вопрос, а почему Хаей пишется, почему мы ставим два юда? В данном контексте... Еще раз. Иначе получится слово Хай. Не говоря уже о том, что в современном сленге слово Хай означает привет. Это уже английское. Хай. Ну, правда, там через Эй будут писать. Так. Ну, что Хайя, это жизнь, но с одним юдом же пишется. Какое слово пишешь с одним юдом? Хайя, вроде. Хайя, да. Но слово Хаим всегда с вами юдом. Ильям. Ильям. Так, а как это? Эти сочинения это писать надо или рассказывать, или вообще... Можете сделать как угодно. То есть вот на эту тему надо из текста надо и из интернета найти и рассказать, да? Вы можете все найти в интернете и немножко обработать. Вы можете составить сами. Но принимать я могу как в письменном виде, так и в устном. Если почему-то вам удобнее ждать в письменном виде, пожалуйста, я готов даже сам зачитать. Да? Ну, то есть самому сделать небольшой такой заклад по этой теме на иврите, естественно, да? По одной из семи тем, которые я сейчас вам набираю. На иврите, да? Рассказать, конечно, на иврите, да. Мы с вами что учим? Так, ну вот съехал у меня вопросительный знак. МАТАУТ ТАЛМИДЕЙ РАБИ АКИВА. В чем ошибка учеников Раби Акивы? Так, хорошо. Вот вам выражение, которое может оказаться очень полезным. ЛОМДИМ ЛЕКАХ. Извлекаем выводы. Учим буквально урок. Что такое ЛЕКАХ на иврите? Это пирог. Это медовая коврижка, совершенно верно. То, замечательно, замечательно. Так, хорошо. Ребята, я надеюсь... Раби Акиви и его жене Рашель. О том, что она его давала в нем. Что-то у них были дети? Да. Дети определенно были. Даже Медраж упоминает, что Акива пошел учиться алфавиту с одним из своих сыновей. Кроме того, Рашель была занята и зарабатыванием денег, и ведением домашнего хозяйства, и воспитанием детей. Да. Ну, а вторая история насчет жены Тургмас Руфуса... Странная история, да. Но, заметьте, что это еще было до Херема Раби и Нагеша. Так что, имею полное право. То есть, это могло быть вторая. Что могло быть? Ну, то есть, могло быть двежим над временем. Да. Это было после уже того, как Рашель умерла, по-моему. Судя по всему, так. Но к нашей теме это не относится. Тем не менее, что вы найдете? И он отсутствовал 24 года, а не 12, да? Он 24 года дома отсутствовал. Через 12 лет он вернулся. Но не заходил. Вернулся и вернулся обратно. Да, да, да. То есть, отсутствовал 24 года, да? Получается, что так, и поэтому 12 тысяч пар. Сколько у него учеников осталось после этого? Есть объяснение, что за эпидемию умерли все его ученики, или почти все ученики, и он набрал новых. Вроде бы, пять. Через них был Раби Шимон Бар-Юхай, ёрчих которого это Лакба Омер, который составил каббалистическую книгу Зохар. Есть мнение, что он был вот из второго набора учеников. Я не знаю, что по отношению к женщине заставляет ждать ее 24 года. Это так. Никто от нас не требует быть Раби Акивой. Но если бы Раби Акива не сделал этого, он бы не стал Раби Акивой. Тем более, жена ему помогла в этом. Именно так. Ну, очевидно. Смотрите, есть такое мнение, что всевысники человеку человеку через пытание, которое тот в состоянии выдержит. Очевидно, вот такие были души. Так. Ну, хорошо, ребята. Я вам скажу несколько слов. Давайте сделаем так. Итак, давайте еще минут 10 я потрачу на то, чтобы некоторые слова вот из нашего текста, который я вам переслал, да, разобраться. Итак, я читаю текст, а вы мне говорите, все слова понятны или не все. Если что-то непонятно, вы мне сразу говорите. Какой? Последний абзац, да? Да, абзац, который я поставил в чат. Итак, рибоно шэль олам. Все понятно? Рибоно шэль... Нет. Так, уже вы молчите, сразу говорите. Рибон – это абдон, господин. Итак, что получилось? Господин мира. Да, обратите внимание на такую грамматику. По-русски так не говорят. Или говорят рибон шэль олам, или говорят рибоно. Получается, что как бы повторяется, да? Господин его мира. Но в иврите это допустимо. Вопрос, извиняюсь. Олам – мир или вечность? Очень хороший вопрос. В Торе и в Танахе Олам – это вечность. Да, и просто я так не спрашиваю. Олам – это мир. Практически всегда. Мы понимаем и так, и так. Да, именно это я хочу сказать, да. Рибоно шэль олам. Ата цивитану, аль едей мошэ авдэха. Ата цивитану. Цивита отану. Цива. Что такое цива? Да, у заповедей. Заповедал. Митцва. От слова цива. Слово цива – цей цади вав гей. Цивита заповедал. Ну, это нам. Нам. Ты заповедал нам. Аль едей. Слово яд – это рука. Аль едей – это буквально на руках. Значение этого выражения – через, через, через что? Руки мошэ. Да, руками. Мошэ – Моисея. Авдэха. Аль едей – это раб. Мошэ – Авдэха. Моисей – раб твой. Лиспор – Сират Гаомер. Что такое лиспор? Сапер. Рассказывай. Нет. Корень тот же, но в беньяне, в этом беньяне, это будет отсчитывать. 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 Лиспор – считать, а лиспор – рассказывать. Есть еще одно значение этого корня, о нем говорить не будем. Да? Шфирата Омер мы будем переводить как отсчет Омера, хотя непонятно, как можно считать сноп. Да? Кдей – для того, чтобы. Ле Тагарейну. Тагара – это чистота. Тагор – чистый. Да? В том числе и стопроцентный, бесприместный. Да? Кдей – ле Тагар – отанну. Очищать наш. Ни Клипотейну. Клипа – это? Оболочка. Оболочка. Шелуха. Шелуха. Угу. Скорлупа. Словом Клипа означает те нечистые оболочки, которые окружают человека и которые формируются его недоработками, его грехами. Да? Итак, для того, чтобы очищать нас от наших нечистых, имеется в виду оболочек, да? У ми Тум Отейну. Тум Отейна – это нечистота, да? Ритуальная или духовная нечистота, чтобы очищать нас от наших нечистых оболочек и от нашей нечистоты. Можно вопрос задать не такими? Да. У меня просто сейчас вот Деркат Хайлевана, его надо сделать тоже после выхода? В принципе, его можно сделать в любое время, когда звезды видны, да. Иногда, например, звезды видны, нет, Луна, 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 конечно, Луна видна, да. Иногда Луну, например, в Иерусалиме видны и днем. Вот. Луна. Мы не уверены, что у вас получится следующий вечер, следующую ночь сделать это вовремя. Можно прочитать даже и не дожидаясь выхода звезд. Так, хорошо, да? Это можно сделать до Марио. Да. Это не связано никак с Марио. И тем более с Шаббатом, да? Кому шекотавта, как ты написал, бе торапеха. Да. Дальше идет цитата. Да? Вопросы? Считать. Считать. Да. И отсчитайте. Считать. Да? Для себя. Для себя. Ми-мохорат. От слова махар, махар завтра. Ми-мохорат. Это с на завтра. То есть дня, которые следуют после. Га-шаббат. Слово шаббат в данном случае означает не суббота, а праздник. Имеется в виду. Мы это понимаем как празднование Песаха. Празднуем мы Песах 15-го Несана. Да? А начинаем мы отсчет. Первым днем является 16-й Несана. День следующий за днем Песаха. Ми-мохората шаббат. Ми-йом га-ви-а-хэм. От слова лэгами приносить. От дня приношения вами. Эт омер га-тнуфа. Слово омер буквально означает чноб. Тнуфа по-русски возношение. Омера возношение. Так, что отсчитать? Шева шаббатот. Здесь слово шаббат означает, имеет еще одно значение. Это неделя. Семь недель. Тмимот. Тамим. Это цельный. Целиком. Ти-ви-ена. Ти-ви-ена. Это правильная форма будущего времени. Будут они. То есть семь этих недель должны быть полными. Тмимот. Ад. До. Ми-мохорат. Ашаббат. Аш-ви-ит. От дня следующего. За недели седьмой. Киспару хамишим йом. Хамишим. Что это? Фидесят. Фидесят. Правильно. Да? Киспару. Шеи тагару. Для того, чтобы тагар, тагор очистились. Навшот амеха Исраэль. Навшот это? Солф. Души. Солф. Души. Совершенно верно. Ребекка, если хотите, я могу тоже переводить на английский. Мне это не сложно. Это не сложно. Нет. Почему для меня? Нет. Я просто иногда. Почему? Я делаю это для меня. Все по-русски. Русскоговорящая группа. Да, да. Не надо для меня ничего специального. Я просто иногда вмешиваю. Понятно. Русский почти забыла, английский почти не выучила. Получается. На английском в привате поговорим. Значит, слово «солф» выражает значение на русский. Я извиняюсь, но просто иногда. Понятно. Такие, Ильяху, когда убегает, тот из Элизабели, он говорит, чтобы сохранилась жизнь моя. Точно так же стоит на фэш. Там стоит на фэш. Ага. Да. Поэтому «солф» это не совсем, как бы, кошерно в данном случае. Не кошерно? Почему? Ну, потому что... Черт возьми. Не просто остаться в живых, а именно сохранить свою душу. Да? Не потерять долю в будущем мире. Надо посмотреть эти комментарии. Так. Насчет анхабейки. Считали «ми зу гамма там». Ребята, вот это слово «зо гамма» я искал в Google Translate. И он мне дал очень хороший перевод. Знаете, что он мне дал по-русски? Основной перевод это «гадость». Но есть еще два перевода, более литературные. «Грязь и нечисть». Да? Чтобы очистить души народа твоего Израиля от их гадостей. То есть, нечисть, да? И жизнь, если это, соответственно, точно так же. Жизнь очистить от гадостей. Правильно. Так. Понятно. Понятно? Понятно? «Зхуд» — это заслуга. Что в заслугу «сфирата омер» — «сэ сафар пи айом» — исполнение заповеди отсчета омера, который... Точнее, нет, 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 неправильно. Более точно будет так. Более точно по смыслу и по тексту, да? Что в заслугу отсчета омера, который я отсчитал сегодня, вот так. Так? «Йи тукан» — корень «тав куф нун» означает «исправлять». «Цикуним» — это ремонт, починка, да? «Цикун» — это исправление. «Йи такен» — будет «йи тукан». «Йи тукан» — это «будет исправлено». «Ма ше пагамты» — «пагам» — это дефект, недостаток. То, что я испортил, то, в чём у меня недостаток. «Би шфера» — «в шфере». Ну, здесь я бы сказал, это скорее сочетание шферот, да? И дальше каждый день мы читаем какое-то сочетание. Например, вот то, что я скопировал сегодня. Я так думаю, что это соответствует сегодняшнему дню. «Йисод шебетив эрет». Как это перевести, я даже не берусь. «Тиф-эрет» — вообще-то это великолепие. «Йисод» — это основа, основание, опора. Но как это понять? Это вы, пожалуйста, ищите сами. «Ве-эт-тагер» — и будет очищено. «Ве-эт-кадеш» — понятно? Слово «корень» означает «святость». «Бик-душа шель-ма-ала» — что такое «ма-ала»? Верхнее. «Вверх». Да, «святостью» — высшей. «Зе-аль-идей-зе» — и буквально этим путем. «Юшпа шефа равв». Что такое «шефа»? Буквально это «изобилие». «Юшпа» — это «страдательное причастие». «Будет излито буквально изобилие». «Великая равв». «Бехоль ага-оламот» — во все миры. Здесь «олам» — это явно мир, а не вечность. «Улеттакен» — и «исправить» — это «нашу тэйну». «Наши души». «Ве-рухот тэйну». «Руах» — это что? «Дух». «Ве-ниш-мо-тэйну». Чем отличается «нешама» от «нефэш»? Это более высокая степень. «Николь-сиг». Слово «сиг» — я нашел перевод. «Примешь» — отброс. «У-фыгам». «Вгам» — это «недостаток». «Ул-тагарэйну» — и «очистить нас». «Ул-кад-шэйну» — и «осветить нас». «Би-к-ду-шат-ха» — «швятости своей». «Ха-эль-йон» — это «высший». «Кель-эль-йон» — это «бог верховный». «Откуда это слово?» — слово «аль». «Точно так же слово «меала» — «мало вверх» — это тоже слово «аль». «Амэн» — «шэла». «Да будет так». Вот мы с вами, по сути, перевели этот отрывок. Ну что же, ребята, флаг вам в руки. Надеюсь, что во вторник мы с вами снова встретимся. Вопросы? Так, Элия, вот эти сочинения-то ко вторнику подготовить? Нет, конечно, до вторника вы мало чего успеете. Во-первых, ну, мы, правда, не распределили еще, кто берет какую тему, да? Давайте во вторник начнем с того, что темы распределим, да? Во-вторых, вы задаете мне вопросы. Я думаю, что минут 20 у нас на это уйдет, да? Те термины, которые вам понадобятся, да, тот кусок, который есть. Если хотите, вы можете составить план вашего сочинения. Вы можете мне по-русски рассказать, что вы будете докладывать на иврите, да? Вы можете задавать мне какие угодно вопросы, да? На следующем занятии, да, часть времени мы посвятим вот этой нашей работе, да? Может быть, часть времени пойдет на что-то другое. Например, я скажу вам какую-нибудь грамматику, или мы почитаем с вами какой-то текст, или что-то послушаем, или что-то почитаем. Можете сказать примерно, как работать над темой, где искать материал, что смотреть или что? Я бы советовал на... По-русски, по-английски, but in Hebrew, где как... Понятно, понятно. Я бы советовал вам на этом этапе изучения языка, да, работать на родном языке, а потом переводить. Это не совсем профессионально. Для человека, который в языковой среде живет хотя бы года 4-5, да, я уже советую делать иначе, не пользоваться родным, а сразу формулировать, допустим, на иврите, да? Вам я пока посоветую сделать так. Выберите материал. Теперь, где его искать? Опирайтесь на то, что я рассказал, да? Значит, объем каждого сочинения по одной из тем, да, каждый выбирает одну тему и составляет как минимум 10 фраз, да? Даже самых коротких. Составляйте их с учетом того, что вам же их потом и переводить на иврит. Да? Пишите просто, подбирая слова, которые вам более-менее известны. Теперь, много материала в интернете? Очень много. Очень много. Я даже не знаю, что вам посоветовать. Есть ресурсы более, скажем так, авторитетные, проверенные. Это может быть Толдот Ру, это может быть Маханайм, это может быть то, что вам уже известно. Даже если вы возьмете какой-то текст невыверенный, текст художественный, где что-то надумано, где что-то нафантазировано, да? Мы с вами все-таки изучаем иврит. Если я что-то не знаю, я просто скажу, мне это неизвестно. Если я слышал, что было не так, а иначе, и вы ошиблись, я просто вам на это укажу. Не стесняйтесь, да? Не надо фантазировать самому, но материал может быть любой, да? Так. Если вы ничего не найдете, вы скажете мне об этом на следующем занятии. Так. Хорошо. Задание понято. Так. Да, да. Действуйте, действуйте. С Богом. Всем счастливо. Привет пока еще со святой земли. Вот. Я где-то за час до начала нашего уроков приехал с Мертвого моря. В Израиле замечательная погода. Мертвое море действительно прекрасно. Иерусалим цветет. Вот. И дай Бог нам всем здоровья, счастья и успехов в нашем трудном деле. Коль ту в легитра от ад Пегиша. Всего наилучшего, счастливо. Аминь. С вашего позволения выключаю. Выключаю.